Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я нахожусь сейчас в Эрихоне и хочу сказать вам, что мы сделали удивительное открытие. Дамы и господа, мы нашли разноцветный плащ Иосифа. Посмотрите, как он выглядит сзади и спереди. Моя команда буквально недавно пошутила на тему того, что снимать приходится на однотонном скучном фоне из камней, поэтому мы решили надеть на меня разноцветный плащ Иосифа и показать его вам на Маннафесте. Ну а если серьезно, то мы находимся в уникальном месте. Чтобы снимать здесь, нам нужно было отдельное разрешение. Мы благодарим тех, кто в конечном счете пустил нас сюда. Прекрасный вид. Мы у Тель-Ирихона. Слово «тель» означает «гору» или «холм». Раньше здесь и располагался город. На самом деле, Ирихон разрушали и отстраивали множество раз. Библия впервые говорит о его разрушении, конечно же, в книге Иисуса Новина. Сегодня у нас с вами будет очень важный урок под названием «Жизнь поколений в искупительном завете». Мы с вами живем в искупительном завете. Господь всегда мыслит поколениями. Я записал три пункта, которыми хочу поделиться с вами. Господь возвещает от начала, что будет в конце, и в конце о том, что было в начале. Он говорит «Это Исаия». Я возвещаю о начале и о конце. Это означает, что Господь уже вступил в будущее. Он и есть будущее. Он знает, что это будущее принесет. Второй важный тезис, который я хочу вам дать – «Господь смотрит в будущее, а не в прошлое». Что я имею в виду? Мы не живем в прошлом, апостол Павел писал. «Забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Господь всегда смотрит в будущее, а не в прошлое. Я часто говорю, «Господь не смотрит на ваше прошлое, чтобы показать вам ваше будущее». Господь всегда смотрит вперед, из чего утекает моя следующая мысль. Всемогущий Бог мыслит поколениями. К примеру, посмотрите, что Господь говорит Аврааму. Давайте вместе откроем эти стихи. «В этот день заключил Господь завец Авраамом, сказав, «Потомство Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Бытие 15 глава, 18 стих. «Затем Господь говорит, и поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. Я вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов». Расскажу вам, какую тему затрагивают все эти стихи. Бытие 17 глава, 9 стих говорит, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои». Все есть завет мой, да будут у вас обрезаны все мужчины. Бытие 17 глава, 13 стих. «И будет завет мой на теле вашим заветом вечным». Еще Господь говорит, «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Когда Бог заключает завет с Авраамом, Он говорит и о семени Авраама. Семя – это ребенок. Так говорили в Ветхом Завете, потому что ребенок рождался от семени отца. Сказано, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Мы знаем, что не мужчина, а женщина, рождая детей через чрево. Но зачатие ребенка не может произойти без семени мужчины. Когда Бог разговаривает с Авраамом, Исааком и Иаковом, Он говорит об их семени, их потомках. Вернемся к моему изначальному тезису. «Бог мыслит поколениями». Все, что делает Бог, направлено не только на тебя прямо сейчас, но также и на грядущие поколения. Это наталкивает меня на мысли о женщине, которая однажды жила в стене Иерихона. Как я уже сказал, Иерихон, или Тели Иерихон, был разрушен несколько раз. Эти камни, к примеру, были заложены еще в древние времена. Как вы видите, слои камней отличаются. Над изначальным слоем положен еще один. За годы исследований археологи обнаружили несколько построек здесь, в области Иерихона. А теперь поговорим об этой женщине по имени Рааф. В Библии сказано, что эта женщина была блудницей или просто-напросто проституткой. Ее карьера складывалась успешно благодаря месту расположения. Иерихон располагается на впадине Кхор, рядом с Иорданом. По ту сторону реки пролегали Моав, Омон и Эдом. Если вы пойдете в этом направлении, то увидите древнюю Иорданию. А там, где стою я, и дальше, через несколько миль, располагается Иерусалим на высоте 2500 футов. Поэтому рядом располагаются такие народы, как Моавитяне, Эдмитяне и Аммонитяне. В том направлении, через реку Иордан, а вот здесь была территория, которую позже заняли колено Израиля. Иерихон был первым городом, который был захвачен Иисусом Новином и израильским народом, после того, как те провели 40 лет, блуждая по пустыне. Они подошли к Иерихону. На тот момент он был хорошо укреплен и оснащен стенами. И вот нечто интересное. Обратимся к книге Иисуса Новина. Раав, городская будница. Иисус знает, что Бог отдаст им Иерихон. И чтобы узнать настроение и характер народа, живущего в Иерихоне, Иисус отправляет не 12 шпионов, а 2 их. 40 лет назад Моисей посылал туда 12 человеков, 10 из которых вернулись с плохими вестями. Иисус послал двоих и сделал это тайно, никому не сообщив. Я уверен, что он мыслил так. Если эти двое вернутся и скажут мне, что это невозможно, то хотя бы никто не узнает, что у них не было веры в нашу победу. Думаю, что он научился на ошибках Моисея. Он отправляет туда двоих, и они идут в дом блудницы, самое безопасное для них место, потому что у нее останавливались все путешественники. Но когда они туда пришли, они узнали нечто удивительное о женщине, чей дом был в стене. Они узнают, что она знала о победе их народа еще 40 лет назад. Мы не знаем, сколько ей было лет. Есть предположение, что где-то 50 или 55. И 40 лет назад она слышала о том, что еврейский народ освободился от рабства Египта. Она слышала, как Бог разделил Красное море, и она хотела знать, где же они были все эти 40 лет. Я давно хотела узнать о вашем Боге, но никто в этом городе не мог мне про него рассказать. Я хочу знать вашего Бога. Но что они ей сказали? Вот что произойдет, наш Бог отдаст нам весь этот город, здесь будет война. Она ответила, а вот что я сделаю. Если ваш Бог настолько силен, что смог раздвинуть Красное море, через которое вы перешли, если ваш Бог настолько силен, что вы убили Ого и Сигона, царей великанов, самых больших и опасных людей на земле, тогда я хочу знать вашего Бога, и Ему я хочу служить. Вот что они сделали, и это чудо. В Библии сказано, что они велели ей взять червленую веревку и привязать ее к своему окну. Когда начнется битва, они предупредят всех, чтобы те не заходили в ее дом и не вредили никому из ее дома, если только они не выйдут из дома с червленой веревкой. Прекрасная история с червленой веревкой. Я верю, что это имело место быть, потому что если мы обратимся к еврейским традициям, мы узнаем, что в дни искупления грехов первосвященнику нужно было выбрать двух одинаковых козлов. Затем он брал 18-дюймовую червленую веревку и привязывал ее к двум рогам этих животных, которых еще называют козлами отпущения. Священник воскладывал руки на этих козлов, и после всего этого он вел их по иудейской пустыне, держая их за эту веревку, а затем сталкивал их с обрыва. Также у иудеев была еще одна традиция. Третью веревку прибивали на дверь Иерусалимского храма. И когда козел погибал, когда он падал с обрыва, это служило прообразом того, как Бог уносил их грехи в пустыню. Он забирал все без остатка. А красную веревку у храма по еврейской традиции меняли на белую. Она означала, что грехи прощены. Я полагаю, что история красной веревки была известна и передана израильскому народу благодаря описанию этой еврейской традиции. Жертва козла отпущения была описана в Торе, написанной Моисеем в пустыне. Я верю, что они выбрали красную веревку, потому что это символ искупления. Смотрите нас далее. Как вы помните, в день искупления использовалось три червленые веревки. Это один из шести традиционных праздников евреев. Правда, это скорее был день поста и молитвы, чем праздник. Он назывался Йом-Кипур, день искупления. Она оставляет там веревку. Хочу, чтобы вы кое-что поняли. Одна женщина показала Богу свою веру и тем самым защитила себя, а также своих близких, возможно, отца и мать, благодаря своему завету с Богом. Возможно, там были дети, и она защитила и их через свой завет с Богом. А вот что интересно в этой истории. Для меня это самая занимательная ее часть. Если вы откроете книгу Руфи, а затем Евангелие от Матфея, вы увидите там генеалогическое древо. Генеалогическое древо выглядит так. У этого человека был сын, которого звали Такта. У него был сын, которого звали Такта. Там вы увидите, что блудница Раа поселилась таким образом в городе, который был позже назван Вифлеем, и который существует до сих пор. Ее имя упоминается в генеалогическом древе Мессии Иисуса Христа в Евангелии. А вот что с ней произошло, и вот чем я хотел бы с вами поделиться. Она заключила то, что я называю Искупительным Заветом. Другими словами, ее вера помогла и хранить Завет вместе со своими родственниками, которые тоже приняли всемогущего Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Вот что удивляет меня больше всего. Если вы внимательно вчитаетесь в Писание, то я вам скажу, вы найдете там силу Семейного Завета. Я могу много говорить об этом, но давайте лучше откроем Библию. Внимательно вслушивайтесь в следующие стихи. Господь говорит, что Он заключит Завет с Домом Давида. Вот эти стихи. Это вторая книга Царств, 7 глава, 16 стих. «И будет непоколебен дом твой, и царство твое навеки пред лицом Моим, и престол твой устоит вовеки». Третья книга Царств, 9 глава, 5 стих. Господь говорит Давиду, «Я поставлю царский престол твой над Израилем вовеки». Как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, «Не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилем». А далее мы посмотрим с вами 88-й псалом, 5 стих. «Навек утвержу семя твое, в рот и рот устрою престол твой». Еще один, 131-й псалом, 11-й и 12-й стихи. «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее». От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. «Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем». И вот что меня особенно интригует. Попрошу вас сейчас сконцентрироваться. «Спустя 86 лет после смерти Давида появился царь по имени Авиа. В Библии сказано, что его сердце не было предано Господу, как сердце его отца». Но смотрите, что о нем говорится в Третьей книге царств. Это 15-я глава, 4-й стих. «Но ради Давида Господь, Бог его, дал ему светильник в Иерусалиме, восстановил по нем сына его и утвердил Иерусалим. Он был порочным царем и был неправеден в глазах Бога». Но благодаря завету, который Господь заключил с Давидом, 86 лет тому назад Господь не сверг этого царя и не разрушил его династию. Причиной всему – его завет с Давидом. Идем дальше. «Спустя 156 лет после смерти Давида воцарился Иорам. Его жена была дочерью Иезавели. Последняя делала неугодное в очах Господа. Она убила царский род и была очень порочной женщиной, а он был женат на ее дочери». Смотрите, что происходит спустя 156 лет после смерти Давида. Однако же, не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал ему светильник в детях его на все времена. Четвертая книга Царств, 8 глава, 19 стих. Вот что говорит Господь. «Если бы у меня был выбор, то за беззаконие этого человека я бы погубил его. Но я не сделаю этого ради своего слуги Давида». Еще раз, прошло 156 лет после того, как Бог заключил с Давидом завет. Только задумайтесь. Спустя 313 лет после смерти Давида у него появился потомок, который стал царем. Помните, эти цари, потомки Давида, поочередно сменяли друг друга на престоле. 313 лет – это немалый срок. Следующего царя звали Езекиен, и он был смертельно болен. К нему пришел пророк Елисей и сказал, «Напиши завещание, ибо ты скоро умрешь». Обратите внимание на следующий стих. Дело было в Иерусалиме. Царь отвернулся к стене, обратил свое лицо к храму и стал молиться. И вот что Бог сказал пророку Исаия. Четвертая книга Царств, 20 глава. «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою. От руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Представляете? Через 313 лет после смерти Давида Бог все еще хранит с ним завет. Поэтому в Библии сказано, что когда Господь заключает завет, Он верен ему до конца. Он так сказал. «Так сказал Давид. Господь говорит, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Я говорю вам все это, потому что Бог заключил завет с одним человеком. Это не означает, что когда те цари умерли, они отправились к Богу в Царство Небесное. Далеко не факт. Но это означает, что Бог благословлял их царствование на земле. Господь сдержал свое слово, данное Давиду. Он мог погубить царей и поменять династию, но он этого не сделал, потому что Бог не поступает так, как поступают люди. Он не человек, чтобы ему лгаться. Он всегда верен своему слову. И вот почему я решил поговорить с вами сегодня об Искупительном Завете. Это очень важно. Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог мыслит поколениями. Может, вы, кто смотрит меня сейчас, являетесь первыми христианами в своем роду. До вас в семье не было истинно верующих. Может, вы смотрите эту программу на другом конце света. Мы достигаем аудиторию по всему миру. Кто-то из вас из другой страны, и вы тоже являетесь первыми христианами в своем роду. Но вы можете заключить то, что я называю Искупительный Завет для поколений. Это означает, что вы будете верующим человеком, и ваши дети последуют за вами и тоже войдут в этот Завет. Затем дети ваших детей, ваши внуки тоже поверят в Господа, и войдут в Искупительный Завет. Дети детей, ваши внуки тоже станут верующими, и этот Завет будет их хранить. В нашей семье мой отец Фредстоун отправится к Господу после смерти. Я его сын проповедую Евангелие. У меня есть сын и дочь. Мой сын уже в служении. Моя дочь пока только учится на служителя, но она уже отличный учитель слова. Ей всего 18 лет. Недавно у нас появились внуки. Мы учим маленькую Йоханну молиться, и это очень забавно. Она пока не умеет ни молиться, ни вообще говорить. Я говорю ей, положи ручки на деду и помоли за него. Она шлепает меня полбы и затем делает вот так. Мы учим их тому, кто такой Бог, и как ему молиться. Хотя они еще и говорить не умеют. Они слышат наши молитвы, имитируют их. Когда я поднимаю руки в церкви, они повторяют за мною, потому что мы хотим, чтобы они вступили в завет с Богом. Однажды настанет момент, когда им нужно будет попросить Бога войти в их жизнь. Так происходит покаяние. Человек говорит, Господь, я грешник. Войди в мое сердце. Войди в мою жизнь. Я верю, что Христос умер, пролил свою кровь и заключил с Богом искупительный завет, чтобы спасти меня. Так мы вступаем в завет. Придет время, когда им нужно будет принять решение самостоятельно, выбрать верный путь и последовать за Господом. Но я хочу сказать вам сегодня, что завет должен начаться с вас. Авраам заключил завет, в него вошел Исаак, Исаак родил Иакова, Иаков вошел в завет, Иаков родил 12 сыновей, которые вошли в этот завет. От них пошел израильский народ. В Ветхом Завете, чтобы стать частью этого завета, мальчики подвергались обрезанию. Всех новорожденных необходимо было обрезать на восьмой день. Это было символом их завета. Это означает, что когда мужчина передавал свое семя женщине, оно проходило через символ завета и помечало будущего ребенка знаком завета еще до того, как он был рожден. В этом было предназначение обрезания. Но сегодня Павел говорит об обрезании сердец, потому что вы можете обрезать свою плоть, но ваше сердце не будет праведной перед Богом. Поэтому апостол Павел говорит, что сегодня Бог обрезывает наше сердце и обменивает его, сердце из камня, холодное, холодный дух, мертвый дух, на новое. Он совершает духовное обрезание через веру и исповедь через кровь Христа. Как сказано в Библии, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Иисус сказал, «Кто уверует в Меня, будет иметь жизнь вечную». Я хочу вдохновить вас сегодня. Возьмите пример с Авраама, Исаака и Иакова, патриархов веры, женщины, которая жила здесь много веков, тысячу лет назад, здесь жила женщина по имени Рааф. Каким бы ни было ваше прошлое, во что бы вы ни верили или верили, вы можете вступить в искупительный завет, по которому вам простятся ваши грехи. Ваше имя будет записано в книгу «Жизнь на небесах», и если вы будете следовать за Мессией, следовать за Богом, и будете Ему верны, то вы будете иметь то, что в Библии названо «Вечная жизнь». Напоминаю, что мы снимаем в Иерихоне в начале программы я пошутил насчет своей разноцветной рубашки Иосифа. Сегодня прекрасный день, сегодня приедет одна из наших туристических групп. Спасибо, что были с нами на Маннафесте. Благословений вам! Последний пророческий сборник Пэристоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников, в книге Пэристоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Пэрри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров, и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот названия некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов. Связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифр третьего триместра. Родовые боли. Шифры Америки и их связь с древностью. Шифры Римской империи. Гибель совести и обличение в Америке. Шифры Помпеи. Изобретное слово «на-и». Шифр казны. Американские границы не выдержали. Шифр будущего и образа зверя. Тринадцатая глава Откровений. Снятие шифра с метки зверя. Откровение 13. Интерпретация странных космических знаков. Шифр денег. Подсказка перед распадом империи. Перри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска «Подготовка и выживание в трудное время». Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Перри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена», теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанному на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения — FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Мы сейчас вернемся к нашему выпуску «Оставайтесь с нами». Я хотел указать вам на важность времени, в котором мы сегодня живем. Пророческий сезон. Нет сомнений, что мы живем в цикле пророчеств «История повторяется». Об этом моя новая книга. Я хочу поговорить с вами о последних загадках. Я провел небольшое исследование, и, насколько мне известно, никто не проповедует об этом в соцсетях или на телевидении. Я проводил историческое исследование и сделал несколько открытий, которые так поразили меня, что, когда я начал писать об этом книгу, я буквально не мог уснуть. Я бы хотел, чтобы вы приобрели эту книгу «Пророчеств». Мы попросили тех, кто знаком со множеством наших книг, дать рецензию и на эту, и они считают, что это собрание наиболее важных пророчеств, которыми Господь сопровождал наше 45-летнее служение. Надеюсь, вы ее приобретете. Мы также хотим известить вас, что 2021 год мы начнем с поездки в Моми, штат Огайо, в церковь к моему другу пастору Тони Скотту. У нас есть очень важное откровение, о котором мы там поделимся. Мы будем служить в субботу вечером, а затем все воскресенье. Надеемся, вы будете там. Мы также хотим напомнить вам, следите за нами в соцсетях. Кстати, о сетях. Мы живем в удивительное время. Давайте немного поразмыслим об этом, прежде чем вернуться к проповеди. Подумайте о том, что мы сегодня имеем возможность быть в одном месте, студиям и через линзу камеры, кабели, спутниковые тарелки, компьютеры. Мы можем достигать людей по всей Земле за считанные секунды. Происходит задержка всего в несколько секунд, если я проповедую отсюда, и меня показывают в другой стороне. Дух Святой проговорил ко мне, и я буду вновь и вновь делиться этим с вами. Это произошло задолго до коронавируса. Он проговорил ко мне однажды в тайной комнате, когда мы были еще в другом здании. Пробуждение придет через линзу камеры. Как такое возможно? Раньше нужно было лететь на самолете, плыть на корабле, готовиться к встрече, создавать рекламу, постеры, снимать зал, приглашать людей, снимать муниципальный зал или готовить место на улице, вести аппаратуру. А теперь, благодаря технологиям, у большинства людей сегодня есть телефон, соединение с интернетом, компьютер, и мы можем оставаться на одном месте и проповедовать Евангелиатуру. Я хочу поделиться с вами своим планом. Я бы хотел обратиться к служителям и пасторам по всему миру, у которых мы еще не проповедовали. В Южной Африке, Индонезии, Индии. Мы хотим провести что-то, что повлечет за собой пробуждение о вашей стране, о вашем городе, о вашей церкви. Если вы установите большой экран, мы, будучи в Америке, окажемся у вас и будем проповедовать о вашей стране онлайн, будь то в помещении, на улице, на стадионе. Мы хотим организовать это, чтобы достигнуть как можно больше людей в оставшееся время. Раньше я садился в самолет, в автобус, ехал куда-то, но я понял, что этот способ устарел. Хочу, чтобы вы знали, что с Божьей помощью, с вашими молитвами и поддержкой мы сможем сделать много всего разного и нового, и будем достигать людей. Через линзу камеры будут происходить чудеса. Люди будут спасаться и креститься Святым Духом. Из-за короны церковь не может проводить полноценное служение. Поэтому люди привыкли наблюдать за событиями и проводить встречи по интернету, даже по телефону. Представьте себе, вот что мы сделаем. Сейчас мы вернемся к проповеди, записанной в Израиле, чтобы вы пропустили это послание через себя. Пусть Божье Слово, которым мы здесь делимся, продолжает вас наполнять. Благословений не падайте духом.